МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья, современники! В прошлый раз я обещал продолжить разговор с житием и сочинениями святителя Григория Низского. Это один из самых выдающихся отцов христианской церкви, замечательный писатель, своими сочинениями, творениями своими, приобретший известность и авторитет еще при своей жизни. Действительно, он обладал необыкновенным даром слова, и это, пожалуй, был его самый выдающийся талант. Если можно так сказать, святителю Григорию, ставшему в зрелые годы жизни епископом города Ниссы в Малой Азии, это территория нынешней Турции, тогда это была грекоязычная страна и греко-культурная, Понт, Кесария, Каппадокия, области, древние греческие маленькие царства, потом вошедшие все в большое греческое государство, византийское. Святитель Григорий, ставший епископом города Ниссы, к этому своему назначению, к этой высоте шел и в течение всей своей жизни, но мы могли бы сказать, что и его происхождение, его семья, род, тоже подготовили святителя и к его высокому служению, и к тому творчеству, которое, мало сказать, звучало бы как-то, наверное, шаблонно, оставило след в христианской культуре. Ну, и по культуре своей, и по образованию он был человеком, впитавшим в себя все лучшее из культуры античной. И образование он получил блестящее. Он был замечательным ритером, оратором. Ораторское искусство, оно с одинаковым успехом применялось тогда и в судах, и в преподавании, и, конечно, в политической жизни, в государственной деятельности. И от того, насколько человек владел словом, зависело, насколько он владеет умами, и деньгами, и вооружением, и судьбами народов. В общем, мы сейчас, сделав какой-то виток в истории по спирали, поднявшись или опустившись куда-то, мы приходим приблизительно к тому же, что сейчас информационные технологии, информационные войны, воздействие информационное на отдельных людей и на целые государства и народы, она тоже необыкновенно действенная, едва ли даже нерешающим становится в нынешней жизни. И святителю Григорию мы, я начал, но продолжил другую мыслью, можно было бы сказать, ему повезло, потому что он родился в редкой семье. Его бабушки и дедушки были христианами, многие из них стали мучениками за Христа. И святитель Григорий появился уже на свет, когда гонения прошли, когда после императора Константина церковь христианская была признана сначала равноправной, с другими религиями, а потом в очень скором времени стала главенствующей, господствующей на всей территории тогдашнего цивилизованного мира, освоенного античной, сначала греческой, потом римской цивилизациями. Семья, в которой он появился, его родители, его родители звали Василий, он был скромным, очень обеспеченным, из аристократической семьи человеком, который как раз был вот тем самым блестящим оратором, и его дар слова, его знания, его культура, его умение убеждать, вступать, находить понимание самыми разными людьми, они не просто умножали благосостояние семьи, но укрепляли ее, сплачивали, и при этом он был убежденным, глубоко верующим христианином, и в жены он себе взял наследницу христианских мучеников, девушку из разорившейся, впоследствии из-за мученичества, из-за подвига родителей и прародителей семьи, круглую сироту-беспредальницу, которую звали, в святцах она называется, когда день ее памяти наступает, Эмилия, мать святителя Василия Великого, правильное ее имя звучит, Емелия, что означает стройная по всему, и действительно это было так, и стройная, цельная, красивая, устремленная ввысь и по душе, и красавица была. Он взял такую беспредальницу-сироту, и в этом брате родилось 10 детей, из которых 4 причислены к церковью, к лику святых. И самым старшим в семье были святитель Василий Великий и старшая сестра в семье, которая многим заменяла мать и воспитательницу, святая Макрина, которую назвали в честь бабушки Макрины. Такая сплоченная семья, просвещенная в ней приблизительно в 332 году появился, родился мальчик Григорий, который был немного моложе своего старшего брата Василия, но старшего брата всю жизнь почитал, относился к нему с благоговением, всегда его слушался, и святитель Василий был его и наставником, и руководителем, и, можно сказать, духовным отцом по жизни. Он его рукополагал, он его продвигал по церковной стезе, прекрасно понимая, в чем его младший брат может преуспеть, каким образом он может принести людям и церкви пользу, а в чем он слаб. Например, не считал его хорошим организатором, тем более дипломатом, слабым по административно-дипломатической линии человеком, но при этом ценил его ум, ценил его душевные свойства и его выдающиеся интеллектуальные и духовные дарования. Святитель Григорий проявил себя как человек, которому было открыто много, многое таинственное, что даже умом одним не достигнуть, но что открывается человеку искреннему, цельному, чистому, устремленному к истине, к свету. Эти таланты, святитель Василий, пока был жив, он прожил небольшую жизнь, 49 лет всего на всего, родившись в 329 году, 49 лет прожил, и при жизни он использовал таланты своего, развивал, поощрял таланты своего младшего брата, заказывал ему даже некоторые сочинения, произведения, но расцвета творчества святителя Григория Ниского достигло уже после смерти старшего брата и старшей сестры, святителя Василия и Макрины, для него это было потрясением, но церковные обязанности, долг, поручение, которое ему давала церковь, вселенская, не просто отвлекали его, но заполняли его жизнь, и он, как ответственный наследник своих замечательных родителей и старших в семье братьев и сестер, он всецело отдавался тому, что возлагалось на него, пиком его, можно сказать, жизни церковной было участие в 381 году во Втором Вселенском Соборе, которое окончательно низложил Ариан, утвердил в церкви исповедание Третьего лица Святой Троицы, Господу Святого Духа, и во всем этом святитель Григорий принимал самое непосредственное участие и своими сочинениями, и своими выступлениями, словами, которые он брал на соборе. После собора было даже определение, тогда ведь церковь постоянно боролась с заплуждениями, которые с ересами, с духовными болезнями, которые губили целые области государства, уводили их в никуда, в какое-то неистовство и самоистребление, и поэтому после собора было постановлено в каждой области определить несколько лиц, несколько архиереев, епископов, общение с которыми обязательно для человека, желающего и быть православным, именоваться и действительно быть православным человеком. Поэтому вот были такие вешки, такие ориентиры, такие маячки, вот с этим человеком общение необходимо, потому что его слово, его учение здраво, православно, опасности от него ждать не приходится, и вот в своей области одним из трех был назван святитель Григорий Низкий. Церковь признавала его ум, его правоту, его ясность и правильность его суждений, высказываний и устных, и тех, которые содержались в его замечательных, до сих пор читаемых и очень глубоких сочинениях. Вот свидетель Григория его творчество было очень разнообразно. Нельзя сказать, что вся его биография, мы сейчас не можем, на ней подробно останавливаться, была гладкой. Были моменты его некоторого охлаждения к церкви, увлечения и светскими науками, искусствами, культурой, но старшие его и в семье, и друзья, и знаменитый великий вселенский учитель, святитель Григорий Богослов, который был его другом и наставником, их увещания, их напоминания, их беседы, вразумления, письма, которыми он обменивался с ними, они в конце концов его вернули на ту стезю, на которой он достиг наибольших высот, на которой ему посчастливилось принести пользу людям. Его произведения разнообразны, есть и, например, большое огласительное слово, такое догматическое произведение, в котором содержится истинная вера и написано, оно очень живо. Вообще, надо признать, наш знаменитый историк церкви, культуры, человек, посвятивший свою жизнь изучению творчества святых отцов, праэтери Георгий Флоровский, читал, что у святителя Григория Низского тяжеловатый стиль, слишком научный, перегруженный мыслями и терминами. На самом деле, причина-то совсем не в этом, и вряд ли отец Георгий прав. Скорее всего, виной тому впечатлению не совсем удачные переводы. Когда сейчас делаются новые со всем вниманием к особенностям речи и стиле этого человека, то выявляется, что человек был совершенно потрясающим поэтом в прозе, человек, который умел так искусно, с такими неподражаемыми тропами, фигурами речи излагать свою мысль, что он, напротив, является одним из самых замечательных и ярких греческих писателей древности. Четвертый век. И когда мы читаем его, мы видим, что, ну, какой необыкновенной высоты достигло тогда умение выражать свои чувства и мысли. Мы сейчас, даже иногда кажется, что мы сейчас как-то обеднели, и уж, по крайней мере, стали какими-то пошловатыми и мелкими в отношении вот этом, в этом самом отношении. А тогда не просто красота, но красота в сочетании с глубиной была присуща писателям античности. Святителю Григорию, он продолжил творчество, дописывал за своего старшего брата Святителя Василия Великого его экзотические сочинения, он продолжил, дополнил его толкование на шестоднев, то есть толкование на первую главу книги «Бытие Священного Писания». Он написал о целях христианской жизни, о девстве. Его перу принадлежит и толкование на Священное Писание, и астетические произведения. И есть произведения, которые мы можем назвать тайнозрительными или таинственными мистическими произведениями, в которых Святитель Григорий выступает и как толкователь Священного Писания, но особенный. Он еще от своей бабушки, помняющей Святителя Григория Неогисарийского, наследника Александрийской Богословской школы, человека, который в чтении, размышлениях и столковании Священного Писания прибегал к иносказательному, аллегорическому, таинственному методу. Он, восприняв всю эту линию, был, можно сказать, продолжателем Александрийской Богословской школы, Святитель Григорий Низкий. И вот в его таинственном, мистическом произведении, которое называется «О жизни Моисея законодателя», он проявил это свое своеобразие толкователя во всей силе. Датируется это произведение приблизительно в 80-ми годами. Вообще, последнее упоминание о жизни Святителя Григория это 394-й год, поместный Константинопольский собор, на котором он отчитывается о своем поручении. Церковь поручила ему упорядочить жизнь и обозреть состояние духовное аравийских церквей христианских. Он совершил путешествие в Аравию, побывал в Палестине, и надо сказать, это не совсем популярно звучит сейчас, он остался очень недовольным этими своими паломничествами, говорил, что все, нет-нет-нет, никогда. Надо путешествовать из души к Богу, а не из Ниса или Каппадокии в Иерусалим. Все эти путешествия оставили в нем какое-то неприятное впечатление, и он по крайней мере никому не советовал этого делать, потому что страна была, все эти перемещения были связаны с опасностями, с рисками для жизни, но даже не в этом дело. Может быть, так вот ради чего-то высокого и необыкновенного можно и пострадать, но святитель Григорий не видел в этом никакого смысла, а видел в этом только трату времени, средств, сил, и он говорит, неужели Бога больше в одном месте, чем в другом? Он везде пребывает, он дух, он везде одинаков, поэтому нужно жить вглубь, а не вширь, нужно не наматывать километры, а увеличивать так называемые кольца души, как дуб растет, или дерево, и прожитое в сокровенной его внутренности отражается венцами, кольцами. Так вот, такие сравнения замечательные он, последнее упоминание о жизни 394-й год, и, скорее всего, видимо, после этого, этой даты, он вскоре и почил, и таким образом лет его жизни, ну, приблизительно, мы можем так сказать, было 60-64 года. По тогдашним представлениям это было не так уж и мало, но по нынешним, в общем, еще, можно сказать, расцвет сил, но силой оставили этого человека, зато после него осталось очень много того, что мы можем сказать, до сих пор живо, как живо деревья когда-то насажены, и мы удивляемся, что какое-то дерево продолжает плодоносить. Вот эти сочинения, они продолжают приносить пользу, плодоносить, окормлять, кормить, насыщать, давать силой жизни очень многим людям, которые пытаются в них проникнуть. И вот, я даже сказал, что после того, как я лично почитал эту книгу о жизни Моисея и Законодателя, я теперь уже не могу очень счастлив, благодарю святителя Григория, и не могу уже иными глазами смотреть и читать книгу Бытия, как только вот привлекает, среди прочего, и это истолкование. Но оно замечательно не только тем, что оно проясняет какие-то темные и неясные места, восполняет пробелы культурные, культурологические, мы бы сейчас сказали. Нет, не только этим оно замечательно. Оно замечательно тем, что читая его, ты начинаешь понимать очень много о духовной жизни. Ты проникаешься теми понятиями, без которых твоя жизнь с Богом, в Боге, верующего человека, была бы неполной, была бы бедной. Ты начинаешь постигать, прочитав о жизни в Министерстве законодателя, в чем же цель в христианской жизни, что нужно делать для того, чтобы Богу стать ближе и стать под его покровом, его защитой, чтобы в твоей жизни выцарилась надежность, просияла надежда, чтобы ты Бога внутренне, узнав, проникся к Нему чувством, теплым, сыновнем, любовью, чтобы вера твоя одним словом окрепла, стала ясной и стоящей на твердом основании. Вот все это дарит нам книга о жизни Моисея законодателя. Она состоит из двух частей. В первой части просто эту жизнь согласно книге Бытия святитель излагает фактографически, по фактам, последовательно, хронологически, вот как бы мы выразились, хронологически, хотя годов естественно по древней традиции не упоминает, но упоминает последовательность событий в жизни Моисея. А во второй части он занимается уяснением того, что он называет духовным смыслом всех тех событий, из которых состоит жизнь Моисея и законодателя. И вот самые, наверное, существенные, самые главные выводы, к которым приходит святитель Григорий, они заключаются в следующем. святитель Григорий предлагает нам путь в этой книге последовательного очищения души. Человек должен отказаться от ложных представлений, которыми, конечно, полно наше сознание, от чувственного восприятия жизни и, наконец, даже от собственных умопостроений, как будто вот так вот отречься в какой-то момент не боясь, не думая, что утратим самобытность свою, расстанемся собственной личностью. Нет, даже от собственных умопостроений, чтобы после этого однажды чистым сердцем и, конечно же, просветленным разумом принять то, что святитель Григорий называется таинственным Богоявлением. Это становится понятным, когда читаешь эту книгу. В чем заключалась жизнь Моисея? Он был другом Божиим, он беседовал с Богом, он воспринимал не искаженно, а непосредственно его волю о судьбах людей, о своей собственной жизни и был призван, такое на нем было призвание, поручение Божие, эту волю передавать людям. То есть, он был вождем народа и вождем не в никуда, а в ту жизнь, которая должна была бы послужить миру по следующим временам, поколениям людей. Он осуществлял в истории человеческой великую миссию руководителя и возвестителя правды Божьей. И он бы не смог достичь такой высоты, высоты своего призвания, если бы не стремился к Богообщению. Принять таинственное Богоявление в этом заключалась задача жизни Моисея. И через это он получал от Бога наставление и вразумление. Божественная природа непостижима. Это понимал и Моисей, к этому приходит истолкователь его жизни святитель Григорий Низкий. Но человек стремится постоянно Бога постигать, хотя Бог непостижим. И парадокса в этом противоречия никакого нет. И чем дольше человек смотрит, тем сильнее в нем стремление увидеть еще больше. Бог не вмещается ни в какие логические категории. Умом его не обнять. В какую-нибудь формулу его не вместить. Словом его не определить. Пределы этому богопознанию поставить невозможно. Богопознанию нет конца. Любовь к Богу не знает пресыщения. Таковы выводы святителя. Вот она, та самая вечная, блаженная, радостная жизнь, когда каждое мгновение, если бы можно было так выразиться, хотя там нет членения временного состояния человека, оно дарит новое. Путь к Богу есть вечное движение. Это вечность, которая наполнена жизнью, движением. Кто останавливается в этом движении, тот начинает, конечно же, идти совсем по другому пути. Остановки быть не может. Остановился, значит, деградируешь. значит, падаешь, значит, разлагаешься. Кто останавливается в этом движении, тот начинает идти по другому пути. А какой путь другой? Противоположный пути добра. Путь зла. Зло есть дурная бесконечность, вращение по кругу. Добро – вечное шествие по прямому пути к Богу, где парадоксальным образом движение есть покой, стояние. Шествуя к Богу, человек обретает сам себя, свое по подобию. В начале пути человек еще не обрел своего содержания, он – зеркало. И все зависит от того, в какую сторону это зеркало повернуто. Если оно отражает небо, то это небо в конце концов в живом человеке становится живым. в конце пути на высоте самоотречения человек обретает Бога и пребывает в блаженном общении с Ним. Вот это все выводы, к которым приходит святитель Григорий Низкий. И на пути особенно подробно, это было всеми читателями его труда о жизни Моисея и Законодателя отмечено. Особенно подробно он останавливается на просьбе Моисея к Богу явить ему себя Моисею. И на ответах Бога на том таинственном пребывании на горе Синайской, которую мы находим, читая книгу Бытия и о которой подробно рассуждает святитель Григорий Низкий. Целая большая глава в его книге посвящена явлению Бога Моисею стоящему на скале. Почему на скале в расселении? Потому что камнем священное писание называет самого Христа. И Моисей находится во Христе. Если Моисею кто и является, а явившийся Бог не иначе может явиться как в образе Христа, то еще до Христа таинственно Моисей вступает в общение с Ним, еще не воплотившимся, но сердцем уже познаваемым. И эта тайна, она необъяснима человеческими словами, бесполезно ее как-то объяснить себе логически, но именно с Богом грядущим к своему воплощению общается Моисей когда жаждет этого общения. И Бог не отказывает Моисею, он говорит, да, ты будешь, вот у меня здесь есть место, ты взойдешь в эту расчелину скоры, я покрою тебя рукою, и когда я пройду, когда моя слава, моя непостижимость, моя бесконечность, мой свет пройдет мимо тебя, я отниму руку, и ты увидишь след мой, уходящим меня, ты меня увидишь, не лицом к лицу. Почему? Не потому, что Бог что-то хочет скрыть от Моисея, потому, что в этом тайна, которую святитель Григорий разгадал, и с этой разгадкой, в общем, согласились все те, которые ее читают. Бог таким образом является любому любящему его человеку, верующему, в него, что он призывает следовать за ним. В лицо Богу может, в лицо добродетель, в лицо добру может смотреть только порог. Почему? А потому, что тогда лицо того, кто смотрит в лицо добродетеля, обращено совсем в другую сторону. Тогда мы, в общем, ходим лицом вперед. Если мы смотрим лицо добродетеля, то, значит, напереваемся идти по другому, противоположному пути. А идти по пути добра, по пути вечного следования за Богом можно только вслед за ним. И поэтому увидеть заднее мое, увидеть след мой, это сделать таким образом, что именно этого человека Бог приглашает за ним следовать, восходить, возрастать духовно, расти, следовать бесконечно за ним, Бог бесконечен и путь восхождения бесконечен и насыщаясь на этом пути ты и смотря и следуя ты в каждый новый момент желаешь большего. И вступив на этот путь, человек не просто счастлив, он находится в постоянном предвкушении, предощущении еще большей полноты, еще большей радости. Особое внимание обращает на себя то, что рассказывает, как толкует святитель Григорий Низкий, то место из книги Исход, в которой говорится об усуществлении Моисеем своего призвания быть вождем еврейского народа. Бог поручил Моисею освободить своих соплеменников от египетского рабства. Как Моисей приступил к этой задаче? Он приступил к ней необыкновенно честно. Он не стал создавать из своих соплеменников тайной организации с тем, чтобы потом каким-нибудь образом через интриги, подкуп или другие тайные ходы разложить египетскую государственность, создать боевые отряды и с оружием в руках или сместить царствующие династии, или вырваться на простор на свободу благодаря каким-нибудь успешно проводимым военным действиям. Нет. Моисей совершенно открыто, незащищенно. В компании единственного своего брата Аарона предстал перед фараоном и просил честно отпустить людей. Для чего? В его просьбе было и иносказание, и сущая правда. Отпустить народ для совершения поклонения Богу. Отпустить на свободу, на свою духовную родину. Туда, откуда евреи когда-то 400 лет назад, до времен Моисея пришли. Фараон, конечно, отказывал. И тогда Моисей, желая убедить фараона, стал говорить ему, что через него вещает Бог, что Бог дает ему силы, знамения, что он может творить чудеса, чтобы фараон поверил Моисею, что именно Бог через него говорит, что воля Божия возвещается фараону через Моисея. И было первое чудо-чудо с жезлом Моисея. Моисей кинул жезл, жезл превратился в змея. Фараон призвал своих колдунов, магов и волшебников, которые бросили свои жезлы, свои палки, свои трости, и те тоже превратились в змеев. Была ли эта иллюзия, какой-нибудь трюк, волшебство, мастерство этих магов? Скорее всего, так, потому что в конце концов на глазах у всех жезл Моисея, змея Моисея, поглотила всех прочих змей. Оказался сильнее. То есть все эти призраки исчезли, поглощенные змеем Моисея. Потом Моисей безбоязненно взял за хвост змея, и тут снова стал тростью. Но это не вразумило фараона. Фараона не вразумляли никакие так называемые египетские казни, никакие бедствия, ничто не говорило его душе, ничто не приводило ее в трепет. Фараон только озлоблялся, как сказано в книге святителя Григория Низского и в самом пятикнижии Моисея. Фараон только озлоблялся, ничто не располагало его к тому, чтобы поверить Моисею. Чудеса Моисей творил не ради того, чтобы потрясти ими фараона и всех присутствующих его советников цель состояла в пользе как тех, которые внимали Моисею, так и в пользе спасаемых его соплеменников. Одни и те же чудеса добродетели приводят к уничтожению противника и к укреплению единоплеменников. Так было в жизни Моисея. И мы должны понять, что вот даже и сейчас, пишет святитель Григорий Низкий, мы видим нечто подобное. В многолюдных городах, это он пишет в четвертом веке, где люди разделились на противоположные вероисповедания, у нас сейчас мультикультурализм, универсальная жизнь, плюралистическая, многоконфессиональная, поликультурная, в многолюдных городах, где люди разделились на противоположные верования и убеждения для одних источник веры, которые они находят в божественных учениях чист и пригоден для питья, для утоления умственной, душевной, духовной жажды, тогда, как для других, уподобившихся в своих извращенных домыслах древним египтянам, эта вода становится ядовитой кровью. Это одна из казней египетских, когда вода в Ниле и во всех притоках стала вдруг кровью, так что пить ее нельзя было. Нередко изобретательный обман стремится превратить с помощью мерзкой лжи в кровь и ту воду, которую пьют правоверные. То есть показать нам наше учение не таким, каково оно на самом деле. Но невозможно сделать воду вовсе непригодной, хотя изощренный обман и окрашивает ее в багровый цвет. И соплеменники Моисея пьют настоящую воду, не обращая внимания на ложный ее облик, хотя внешне она и изменилась, но вреда не приносила. Среди казней египетских была казнь, например, с жабами. С обрезгливостью, можно сказать, с отвращением, пишет святитель Григорий Низкий, об этих животных, земноводных, которые прыгают невысоко над землей, которые склизки, неприятны на вид, которые источают зловоние, которых гнушается нормальный человек. И это животные безобразные и еще и шумные. они ведут и в этом символизм этой казни двойственную жизнь земноводных. И они необычны не только на вид, но и происходящему от их кожи зловонию. И вот они вползают в дома. Египтяне находят их в своих спальнях. Откидывают одеяло, а там жабы. Заглядывают в кувшин, а там жабы. Хотят одеть на себя что-нибудь, а в рукавах или в карманах жабы. И в кладовых. Но никак они не затрагивали при этом жилища евреев. Эти жабы несомненно обозначают гибельные порождения зла. Конечно, символ очевиден. Возникающие словно в болоте в нечистых человеческих сердцах. И эти жабы заселяют дома тех, кто по собственному выбору живет подобной египтянам. Жабы появляются у них всюду. Это произведение срамных, нечистых, скверных, злобных помыслов. Можно видеть человека, пишет святитель Григорий, ведущего нечистую и невоздержанную жизнь, зародившуюся в настоящей болотной грязи, доведенную подражанием бессловесным тварям до такого состояния, когда уже непонятно, какое существо перед тобой. По природе вроде бы человек, но уже отчасти превратившийся в скотину. До такой степени он является бы образ земноводной и двоякой жизни. А что уж говорить о кладовых такого человека, о тайниках его души. то есть в неизреченных тайниках человеческой жизни найдешь кучу жаб в невоздержанной душе смрад и склись. Фараон только ожесточался от всех этих казней. Саранчали, губившие урожай, письемухи, которые немилосердно жарили, все это только ожесточало фараона. В чем же здесь смысл? Святитель Григорий объясняет эти слова таким образом. Ведь можно было бы понять, ну, Бог ожесточил этого человека и какой же с него спрос? Сам же его, может быть, озлобил, а потом еще его и наказывает. Но святитель Григорий понимает прекрасно, что дело совсем в ином. Фараон не озаботился иметь Бога в разуме. Как говорит апостол Павел позднее о тех грешниках, которые не озаботились иметь Бога в разуме, и поэтому Бог предал их различным порокам, нечистоте. Каким образом предал? Ну, как солнце, например, это сравнение святителя Григория. Нельзя сказать, что слепой, упавший в яму, упал туда потому, что солнце, видя, что слепой не обращает на него никакого внимания, разозлилось не слепого и в яму его столкнуло. Нет, скорее, непричастность к свету стала причиной падения этого человека. Непричастность, свободный выбор, нежелание вразумления, несмирение, необыкновенная гордыня и прочие застилающие умственный взор человека в пороке привели к того, что человек с каждым новым вразумлением только коснел в своем зле. Как же можно осуждать фараона, спросят некоторые. А божественный апостол, апостол Павел в послании к римлянам пишет, и как эти люди не озаботились иметь Бога в разуме, то предал Бог их нечестивым страстям. Здесь он говорит, апостол Павел спустя века говорит конкретно о мужеложниках, о гомосексуалистах и о тех, кто предался непристойным и неописуемым способом разврата. Мы сейчас видим, какие формы разврата свирепствуют, как эпидемии на всей нашей планете. Люди меняют пол, люди предаются в неистовстве таким порокам, о которых древность не слышала, или до нас, слава Богу, не дошли известия о человеческих извращениях. Но сейчас мы сразу узнаем обо всем на свете сразу. Но если в Священном Писании говорится именно так, если Бог действительно предает нечестивой страсти того, кто ей привержен, то не Бог, не по Божьей воле ожесточился фараон, и не добродетелю придумана жаба подобная жизнь. Сейчас все эти описания казни египетских и истолкования святителя Григория в наше время звучат необыкновенно актуально. Потому что даже пандемии, даже эпидемии, которые мы сейчас переживаем, они одних людей выразумляют, а других заставляют искать какой-то выход помимо того единственного, на что указывают всемирные бедствия. Эти казни, которые нас сейчас постигли. Маленький такой вирус, видимый только специальными приборами, способен поставить под вопрос всю человеческую цивилизацию. Мы сейчас спешно ищем выходы из нее. Мы постоянно ищем выходы из различных затруднений, но не всегда на тех путях, на которых единственное его надо искать. Если у нас возникают какие-то проблемы с молодежью, о которых мы сейчас говорим, как легко она поднимается на демонстрации, на разрушение нормального, спокойного, здравого образа жизни, то мы говорим сразу, пытаемся говорить, все дело в экономике, в том, что недостаточно экономический рост, в том, что молодежь не занята. Что она не занята, это факт. Что она не занята, это факт. Но экономическим ростом, то есть расширением нашей жизни, ее экстенсивностью, ее распространением вширь, все проблемы не решить. Это как бы одна сторона того коромысла, который представляет нам человеческая жизнь. Если одно ведро грузить, а другое о другом забывать, то мы только ускорим общее наше падение. Если мы станем еще богаче, если мы выдумываем еще новые средства облегчать, сделать более комфортной свою жизнь, если как нам сулят постоянно новые технологические достижения, вы сэкономите время, то время станет атомной бомбой даже хуже. Наше сэкономленное время, наше свободное время, наша праздность, она в конце концов взорвет нашу жизнь изнутри. Я смотрю на некоторые многодетные семьи, особенно в глубинке, не в столицах некоторых священников, у которых по 8-9 детей, большое хозяйство. Дети и поют, и рисуют, и целый день заняты, они доят коз, они задают корм другой животине, у них нет свободного времени, здесь конечно не должен быть перекос, нельзя, чтобы ребенок впал в какую-то невротизацию, но в то же время, то, что они постоянно при деле, это дает возможность им правильно развиваться. Они едят плоды своих рук, они живут одной органичной и гармоничной жизнью со своими родителями, со старшим поколением. Когда смотришь на толпы детей, выходя на демонстрации, думаешь, а какой же разрыв поколения, в результате чего он случился, почему, почему у нас все возрасты живут параллельной друг от друга независящей жизнью, что такое случилось, какие нам нужны еще вразумления, какие нам нужны еще невидимые, разрушающие нашу жизнь эпидемии или пандемии, чтобы мы наконец поняли, что не новые вакцины, и не новые технические достижения, и не богатство нас спасут, нас спасет совершенно другие ориентиры. Но, к сожалению, все эти разговоры, они часто бывают безрезультатными, потому что все меньше на земле людей, которые способны это понимать и слышать. Впрочем, их всегда было не очень много, но они были солью земли. вот такой соляной крупинкой, которая не растворилась и не потеряла свою силу, был святитель Григорий Низский. И его слова, они в наше время удивительным образом становятся все более и более яркими, жгущими, современными, способными поставить перед нами настоящие ориентиры, правильные цели. Спасибо. Продолжение следует...